Добрый день, дорогие друзья! Несмотря на проливные дожди, вопреки корейской ядерной программе, европейским санкциям и нашим контра-санкциям, начинаем мы очередной чемпионат по мини-футболу. Это уже пятая первенства Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд и тринадцатый чемпионат юный ивент. Ну, здесь давайте не будем искать какой-то подтекст в магии цифр. В конце концов, в пятницу тринадцатый мы вчера провели без значительных хватей. Многие даже провели ее с успехом и большим удовольствием. Я не сомневаюсь, что и тот сезон, который стартует прямо сейчас с матчем Косфором Энергополдинг и Финдиан Энерго принесет нам большое количество приятных эмоций. Матч открытия с каким получается? Встречаются команды, которые показывали себя сильнейшими на протяжении предыдущих сезонов. Может быть, как дать ГАСПРОМ Энергополдинг. Прошлый сезон провел, занял четвертую таблицу. Рассчитывала команду на большее, но если вспомнить, как ГАСПРОМ Энергополдинг тот сезон стартовал, то четвертое место может представиться и не самым плохим результатом. Тем более, что ГАСПРОМ Энергополдинг от Меридиана в прошлом сезоне лишь на два очка отстал. Что по личным встречам в прошлом сезоне? Одна победа у ГАСПРОМ Энергополдинга 4-1 и победа у Меридиана Энергополдинга со счетом 2-1. Можно сказать, что по личным встречам в прошлом сезоне ГАСПРОМ Энергополдинг был сильнее. Но в полной мере оценить нам придет, как ГАСПРОМ Энергополдинг одержал победу. Если на старте сезона, то это дело одно. А если в тот момент, когда Меридиан энергофактически обеспечивал себе чемпионство в этом матче, а не имел такого решающего значения, то дело совсем другое. Важно, в каком состоянии команды подошли к сегодняшнему матчу. Видны изменения в составе значительные. В Геридиан Энерго и ГАСПРОМ Энергополдинг. Подобновился состав, особенно если сейчас на скамейку ГЭК. ГАСПРОМ Энергополдинг. Там очень много свежих лиц. Виниками три новых игрока. Сыграно уже почти три минуты. Напомню формулу проведения у нас матча. Два тайма по десять минут. Минутный перерыв. И важно отметить по три минуты второго тайма игры. Чисто. Времени. Секундомер останавливается во время остановок непосредственно игры. Нарушение правил. Шестое нарушение у нас наказывается 10-метровым штрафным ударом. Полы во время перерыва не обнуляют. Удар, но вратарь все видел, контролировал. Защитник был на месте. Все, мяч живой, мяч живой. Ага, все, все, все. Перемеча ГАСПРОМ энергохолдингом. Здесь расшулились все-таки позиционно. Нужно было пошире располагаться. Вон видно, что и Меридиан пока не вошел в игровой ритм. Нащупать его, вспомнить, как действовали в прошлом сезоне. Удар издалека. Удар издалека. Удар издалека. Удар издалека. Ближе. 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 Хорошо. Далее. Все, здорово. Ближе. Белый. Здесь очень жарко. Удар', двое, покинует. Удар, принц. Удар,children cardi. Вдар, пика按 recherchNow! Акгордин. Все. Удар. Акгордин. Удар. Свежие силы «Газпром Энергополь», да, идут вперёд, отличный цельный бракок, поспешил игрок сюда. Вот как раз обновление в составе. Вы видели сейчас минутку пачка на поле. Все, все, здорово, поспеши. Позвонит! Да! Что там? Гол! 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 Нельзя сказать, что Газпром Наргохолдинг прессингует. Он просто грамотно располагается по площадке в обороне и старается не отходить слишком близко к собственному вороту. Гол! 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 Стромэнергоколдинга 1-0. Гэх выходит вперед за 3,5 минуты до перерыва. Компания «Меридиана» Бередная быстрая контратака «Газпромэнергоколдинга» И, естественно, они сейчас находятся в состоянии марального преимущества. Варены. Удалось выйти вперед. А вот «Меридиана» нужно успокоиться. Барселонская атака и ее попытка от Меридиан Энерго. И Галактионов здесь справа набирает год. Вот сейчас Галактионов. Долстейство в стиле Робана, который буквально на дне завершил карьеру в выступлении сборной. Сместился флангу к центру, пробил слевой. Пушкин с Галактионовым играет. Да, хорошо двигается мяч по площадке. Чулок подсказывает делать это еще интенсивней. Пошли! Дыши, дыши, дыши! Пошли! Не спишь, не берут, ребята. Одевай желтый майк. Проликей! Пойдем, здорово! Дыши, 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 дыши! Все, все, нормально, мяч ходит! Мяч ходит! Не стесняется, Газпром Энергополдинг отыгрывает назад, когда нет вариантов для развития атаки. Главное, у себя мяч сохранять. Мяч у нас там не забил. Не проходит. Матрисов, дыши, 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 дыши! Мяч ходит! Мяч ходит! и следить за корпоративным футболом. Конец первого тайма. 1-0. Небольшая пауза сейчас найдет. Вторая 10-минутка, по-прежнему, «Газпром Энергохолдинг» и «Меридиан» на поле «Г» впереди. Но «Меридиан» мы все знаем как команда, которая умеет считать его шансы. И иногда в самой концовке «Меридиан» вырывает победу. Поэтому «Газпром Энергохолдинг» может расслабляться не при помощи. «Меридиан» они знают хорошо. Зимирнет «Газпром». «Меридиан» Officer Z И опять приходится на вынос мяча играть «Габриархо», Sieyano. Отыграет Успел расстаться с мячом. Душкин. Пушкин с Глоксионовым здесь рискованно делали передачу, не было нарушения правил. Глоксионовым здесь рискованно делали передачу, не было нарушения правил, не было нарушения правил. Глоксионовым здесь не точно на него пас делал из рисков. Прессинг от Меридиана Энерго, тяжело выйти из-под него, мяч должен пересечь середину. Благодарю вам, что он отыграет. Отличная по задумке атака, которая началась с паса пиджама. Он даже не то, что посмотрел в другую сторону, а спрятал взгляд куда-то вниз, сделал пас, причем, по-моему, внешне стороны места был и побежал открываться. Покинул пределы поля, Идрисов его вводит. Последние минуты «Газпром Энергохолдинг» уже скровенно начинает отбиваться. «Газпром Энергохолдинг» уже скрывал ближний угол. Зам, Зам! Зам! Не зовет мяч на ногу сейчас Андрей. Есть возможность стольного прохода у Дагабана. И здесь еще один шанс был у Меридиана у меня угловой. Меридиан очень неплохо решает стандарты. Здесь тоже накрыли, оборота пустые, оборота пустые, можно бить мимо. Мажнов, уже не думая о своих воротах, идет к чужим. Снова он открыт на правом фланге, не стали награждать предачу. Ему с такого острого угла удается забить. Аккурат в девятку направлен мяч. Крестовинов он влетает в сетку 1-1 за 4 минуты и 10 секунд до финального списка. Игар просто ювелирный. Пролом. Идет, но мне кажется, заигрываться, начиная от Газпром Энергокудинг в индивидуальных действиях, уже не так много движений, как должно быть. И ощущение, что немного подустали игроки. Тут уже опуская голову, начнет ходить назад. Доказательный недостаточный момент. Дальний никого не оставался. Тут все-таки угловой удар. Смотри аккуратно, Семерка. Стрях, здесь он. Один, другим, два, на трех. Молчей, молчей. Снимай! Давай, давай! Снимай, Семерка! Снимай, Семерка! Снимай, Семерка! Снимай, Семерка! Можно? Снимай! Левый, мальчик! Вдя, шесть! Оу! Еще ближе! Дальний никого! Дальний! Дальний! Можно было играть между одного-то, виновата. Массей. 5-12-12-12. И слова дальние у них кто-то не смешает. Два минуты 20 секунд до конца. Должкин показывает, что сам возьмет мяч. Два минуты 20 секунд до конца. Два минуты 20 секунд до конца. И последняя чистая минута. Пошла последняя чистая минута. Два минуты 20 секунд до конца. Два минуты 20 секунд до конца. Два минуты 20 секунд до конца. Новоселов прессинговал. Его ноги мяч влетел в сетку. Но здесь не было ни малейшего шанса. Основного для того, чтобы на этот момент среагировать. Два-один. Снова «Газпром Энергоползу». Проходим вперед. Два-один. Что это такое? Что это такое? Два-один. Ну все, теперь только в атаку. Кстати, что уже вышел Суидрисов? Чтобы счет сравнять, секундомер стоит. Два-два-два-двадцать пять секунд. Два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два. Победа. Шир или отрезка, скончный. Таргопут М2-1. Таргопут М2-1.